Как побороть человека в армрестлинге? Дам пару лайфхаков годные, которые помогут тебе победить. К примеру, вы встали с ним в стойке в таком положении. Допустим, вы проанализировали противника, и он оказался у вас сильнее. Что делаем в этом случае? Есть такой отвлекающий маневр, и нужно им воспользоваться. К примеру, сказали, рефери говорит, а счет 3 стартуем. Раз, два, три. Так мы и выиграем первый раунд. Что делаем во втором раунде? Второй совет и второй прием. Также отвлекающий маневр. К примеру, вы уже встали, по голс-рейсер, и вы начинаете уже бороться. А счет 3, да? Один, два, к примеру, и счет идет. Ты делаешь противника отвлекающий маневр. О, Крис Бланс, смотри. Ха-ха-ха, смотри. Изгой. Вот она, работа именно этого приема. Объем она рабочая. Блядь. Третий приемчик я назвал двоечка, потому что она очень похожа. И она... И третий. Называется двоечка, потому что там задействуются две руки. Итак, иди сюда. Делаем такую обманку. Я заплакал, что ли, блядь. Нога в армрестинге служит как опора. Либо мы сюда кладем куда-нибудь. Сюда, сюда, сюда. Вот так делают. А мы его можем использовать как отвлекающий прием. Сейчас мы встаем. Рефери, один, два, три. Я выиграл. Я выиграл. Вот он как работает. И последний лайфхак в армрестинге. Очень коварный прием. Чекотка. Рефери наставит в позиции. Отчитывает три секунды. Но прежде, чем он скажет старт, мы должны пощекотать нашего противника. Вот, все. Я выиграл. На этом мои лайфхаки армрестинга закончились на сегодня. Следите за новостями. Скоро будет новый лайфхак.